Всем привет! Мы продолжаем обзор научно-популярных книг и учебников по математическим и компьютерным дисциплинам. Сегодня у нас в гостях, не постесняюсь этого слова, замечательный учебник по комбинаторике, у которого три автора. По фамилии, все три по фамилии Веленкин, это, судя по всему, по их отчествам, это дедушка, папа и сын. Наум Яковлевич Веленкин и его сын и внук. Очень часто многие спрашивают на форумах или в интернете, как изучить самостоятельно комбинаторику, с чего начать изучение комбинаторики. И часто ответы идут не по существу. Люди начинают советовать такие фундаментальные вещи, как конкретная математика, например, разобраться в которой сможет даже не каждый студент, выпускник, извините, МГУ Мехмата. Это очень хороший учебник, но он достаточно сложный. И чтобы, например, понимать главу здесь о производящих функциях, надо обладать очень хорошей главой и хорошими знаниями. Большинство людей, которые советуют эту книгу, прочитали одну-две главы отсюда максимум, и то мы, может быть, не до конца поняли. Можно посоветовать другие учебники, например, по университетским курсам дискретной математики, где есть несколько глав, посвященных комбинаторике. Но все это не доходит до уровня этого учебника, учебника комбинаторика. Эта книга, в принципе, как пишет автор, предназначена для школьников и для всех любителей математики. Но что выделяет ее среди других? Так это то, что она, с одной стороны, написана очень простым, очень живым и легким языком. Она предназначена для школьников, хотя можно и для школьников написать сложным языком. А с другой стороны, она охватывает очень много в себе материала, содержит. Кроме того, что здесь рассматриваются классические задачи, комбинаторики, перестановки, пермутации и так далее, здесь также рассматриваются более продвинутые задачи. Здесь есть глава, посвященная, например, рекурсивным и рекуррентным соотношениям, которые, в принципе, напрямую относятся к задачам динамического программирования. А многие изучают динамическое программирование, например, в рамках алгоритмов. Здесь есть также глава, посвященная производящим функциям. А производящие функции, их аппараты – это достаточно мощные средства для решения широкого класса задач. Здесь глава, посвященная орбитам. Здесь глава, посвященная многим другим задачам, даже истории комбинаторики. Итак, я резюмирую. Во-первых, эта книга недорогая. Не знаю, есть ли она еще в продаже, но ее можно найти. Моя книга 2006 года издания, может быть более новой. Она очень полезная. Она пригодится тем, кто хочет изучить комбинаторику сам, кто хочет повторить комбинаторику. И помимо того, что она пригодится школьникам и студентам, в ней много интересного практического материала. Могут найти также и выпускники, и инженеры, и все те люди, которые в то или иную мере или сталкиваются с комбинаторикой, или хотят с ней столкнуться. Я не видел более удачных и доступных и легких учебников на русском языке. Если у вас будет время после знакомства с этой книгой, конечно, можете почитать кнута, конкретную математику, но я бы оставил это на пенсии. Итак, всего хорошего. До встречи в следующий раз.